Библейский портал экзегет.ру представляет Книга Иисуса Насерахова, 23 глава, синодальный перевод, читаю для библейского портала Экзегет. Ну и на самом деле 23 будет непонятно, если не прочитать прежде последний стих 22. Второй. Кто даст мне стражу к устам моим и печать благоразумия на уста мои, чтобы мне не пасть через них и чтобы язык мой не погубил меня? Уста, то есть треть человека, как самое опасное. А 23 начинается с молитвы. Господи, отче и владыка жизни моей. Ого! Прямо христианская молитва. Да, в общем-то, именование Бога отцом и владыка жизни моей, да, это все еще в Ветхом Завете есть. Просто оно нечасто встречается там. Господи, отче и владыка жизни моей, не оставь меня на волю их, уст моих, и не допусти меня пасть через них. Кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему, наставников мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждениям их, чтобы не умножались проступки мои и не увеличивали заблуждения мои, чтобы не упасть мне перед противниками, чтобы не порадовался надо мной враг мой. Господи, отче и Божьей жизни моей, не дай мне возношение очей и вожделение отврате от меня. Пожелания чрева и сладострастия да не овладеют мною, и не предай меня бесстыдной душе. Я прочитал эту молитву Силикон, потому что она молитва, и ее не хочется разбивать с комментариями, но она действительно очень цельная. То есть не оставь меня на волю моих уст, то есть не дай мне болтать все, что мне в голову взбредет. Кто даст мне бич помышлениям, да, то есть их как-то пасти, как стадо, и наставников мудрости моему сердцу, чтобы не увеличивались проступки и заблуждения, чтобы не порадовался надо мной враг. Мы уже говорили, это культура стыда, где человек боится стыда. Вины тоже, но в огромной степени стыда того, чтобы он не опозорился перед окружающими. И, соответственно, не дай мне возношение очей, вожделение, пожелание чрева и сладострастия, и не предай меня бесстыдной душе, какой, своей или чужой, а вообще любой. Прекрасная молитва, и действительно, скорее, христианская, такая вот покаянно-великопостная, я бы сказал. Но она в Ветхом Завете, то есть какие-то основные вещи, касающиеся аскеза, дисциплины, они есть там уже. Ну и дальше подробно, значит, это все про слова, да. Выслушайте, дети, наставление для уст. Соблюдающий его не будет уловлен своими устами. Вот, а как избежать, да? Вот Богу помолился, но надо же и самому как-то соответствовать. Уловлен будет ими устами. Грешник, излоречивый и надменный приткнутся через них, то есть споткнутся и упадут. Не приучай уст твоих к клятве, не обращай в привычку употреблять к клятве имя святого. Почти евангельская проповедь, не клянись, да? Почему? Ну, потому что человек, когда клянется, он, по сути дела, берет Бога в заложники своей собственной воли. Да, то есть я вот сделаю так, а если нет, Господи, то вот ты должен как-то меня там наказать или что-то еще сделать. Зачем? Просто говори, как есть. Ибо как раб, постоянно подвергающийся наказанию, не избавляется от ран, так и клянущийся непрестанно именем святого не очистится от греха. Значит, сама клятва именем святого в каком-то смысле греховна, да? И Христос об этом скажет. Человек, часто клянущийся, исполнится беззаконие и не отступит от дома его бич. Ну, потому что не всегда он исполняет свою клятву, хотя бы уже поэтому. Но еще вот, мне кажется, потому что клятва, она как бы действительно делает Бога заложником. Ему ставят условия. Ну, и кроме того, ведь клятва, зачем она вообще нужна? Ну, она нужна как бы подтверждение, да? То есть то, что я говорю просто так, это ерунда полная. Мне никто не верит. Я поклянусь. Но это обесценивает все, что без клятвы. Это выставляет человека лжецом. Есть речь, облеченная смертью. Да не найдется она в наследии Якова. То есть среди джультиан. А что такое речь, облеченная смертью? Ну, вот речь, которая приводит к смерти. Не сказано, какая. Почитаем. Может быть, он как-то уточнит. Ибо от благочестивых все это будет удалено, и они не запутаются во грехах. Не приучай твоих уст к грубой невежливости, ибо при ней бывают греховные слова. Греховные слова. Греховные слова. Что это такое? Помни об отце и о матери твоей, когда сидишь среди вельмоз, чтобы тебе не забыться пред ними, и по привычке не сделать глупости, и не пожелать, чтобы лучше ты не родился, и не проклясть день рождения своего. Как Иов, кстати, сделал. Человек, привыкающий к бранным словам, во все дни свои не научится. Получается, что речь, облеченная смертью, это какие-то проклятия. Особенно день своего рождения. Почему человек проклинает день своего рождения? Ну, вот Иов начал свою речь с этого. Его друзья очень этому огорчились, и потом целую книгу с ним спорили. Но потому что в нашей жизни бывает много событий. Одно событие происходит безо всякого нашего участия. Это наше рождение. Вот невозможно человеку пожелать родиться и сделать это, да? И это рождение связано с благодарностью родителям. Они родили тебя, да? Вот это они для тебя сделали. Ты существуешь благодаря этому. Когда человек проклинает, он отрицает этого. Он не то, что неблагодарен, но он платит какой-то злобной, вот, даже не знаю, как сказать, злобной реакции на самое ценное, что у него есть — жизнь. И вот это речь, облеченная смертью. Ну, и вообще всякое бранное слово, потому что всякая ругань, она в каком-то смысле уничтожает этот мир, да? Она уничтожает словесно, пускай не физически, других людей, себя самого, все, что вокруг происходит. И это речь, облеченная смертью. Хм, надо же. А мы думали просто крепкое словцо. Ну, ладно, про слова хватит. Два качества умножают грехи, а третий навлекает гнев. Душа горячая, как пылающий огонь, не угаснет, пока не истощится. Да, вот, пламенное сердце, да? А что хорошего, если пламень этот не туда горит? Человек, блудодействующий в теле плоти своей, не пристанет, пока не прогорит огонь. Ну, то есть, здесь не просто душа горячая, а душа горячая именно вожделением, да? И вот он не может прекратить то, что у него этот огонь только разгорается. Блуднику сладок всякий хлеб, он не пристанет, доколе не умрет. То есть, человек, в принципе, нуждается в еде, да? Но человек, который ест все подряд и ест, вот ест, 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 пока не лопнет, он, конечно, себе сильно вредит. А блудод – это описание примерно такого же отношения к сексуальной сфере. Человек, который согрешает против своего ложа, говорит душе своей, кто видит меня? Вокруг меня тьма, и стены закрывают меня, и никто не видит меня. Чего мне бояться? Всевышний не вспомянет грехов моих. То есть, это мое личное дело, это моя частная жизнь, так скажут сегодня. Страх его только глаза человеческие. Не знает он, что очень Господи в десять тысяч крат светлее солнца, и взирают на все пути человеческие, и проникают места сокровенные. Ему известно было все прежде, нежели сотворено было, равно как и по совершении. То есть, этот человек боится только урона для своей репутации, но не Бога. Бог знает, и Бог видит. Есть притча о одном монахе, который жил в городе, и блудница его пригласила воспользоваться ее услугами. Он сказал, да, давай, конечно, пойдем вот на самую людную площадь, и там все это сделаем. Она сказала, ты что, там же люди. Он говорит, а Бог везде. То есть, нет никакой разницы запираться в комнате или на самой людной площади этим заниматься. Вот это ровно об этом. То есть, он боится Бога, а не репутации своей порушенной. Такой человек будет наказан на улице города и будет застегнут там, где не думал. А вот если он этого боится, это и случится, да? То есть, именно репутация пострадает. Так и жена, оставившая мужа и произведшая наследника от чужого, ну, то есть, родившая ребенка. Ибо, во-первых, она не покорилась закону Всевышнего. Во-первых, смотрите, то есть, закон Всевышнего понимается как нечто самое главное, да? Вот мы сегодня мыслим обычно иначе. То есть, мы думаем о том, что, ну, два человека любят друг друга, допустим, или, ну, никому от этого неплохо и так далее, да? А вот закон Всевышнего она оставила. Во-вторых, согрешила против своего мужа. В-третьих, блуде прелюбодействовала и призвела детей от чужого мужа. То есть, получается, что она плохо поступила по отношению к двум мужчинам, да? Кого оставила и от кого родила. Она будет выведена перед собранием, а детях у нее будет исследование. То есть, дети не будут приняты как дети своего отца. Дети ее не укоренятся, и ветви ее не дадут плода. Она оставит память о себе на проклятии, и позор ее не изгладится. Опять-таки, вот эта вот культура стыда, да? То есть, очень важно не просто, что она или он согрешает перед Богом, а то, что это станет публичным. Оставшиеся познают, что нет ничего лучше страха Господня, нет ничего сладостнее, как немать заповедям Господним. Великая слава следовать Господу, а быть тебе принятым от Него долгоденствием. Вот здесь эти награды еще в этой, скорее, жизни. Да, слава, долгоденствие. Но, может быть, и не только. Может быть, и не только. Женщина в книге притчи, которую Сирах продолжает, она одновременно либо царица премудрость, либо развратная блудница, которой хватает, значит, юношей проходящих, да? Где же у нас царица премудрость? А в следующей главе. Продолжение следует... Продолжение следует...